добрый день с вами Татьяна сегодня поговорим как формировать пеларгонию чтобы она была красивого кустика не вытянутая и много было цветоноса пеларгония имеет свойство вытягиваться и поэтому нужно ее формировать это например у меня клющий лесный пеларгония сегодня я буду формировать зональную пеларгонию плющелистная посмотрите ее формировала и сколько она выпускает много цветоноса и как красиво букетами она розочками цветет когда распускаются уже они открытая розочка когда только начинает цвести очень красиво с черной полосочкой видите какая пеларгония тоже цветение благодаря формировке чем больше формируем тем больше пеларгония цветет вот у у меня розовая пеларгония здесь тоже будем формировать в следующем видео тоже она красивая это идет плющелистная такая у меня пеларгония тоже плющелистка а сегодня займемся зональными пеларгонием вот это растение формировать вообще не нужно это бегония вечно цветущая цветет розочками очень красиво создает вид а это зональная пеларгония сегодня поговорим о зональной пеларгонии как ее формировать чтобы был красивый кустик если не формировать пеларгонию то будет она расти будет конечно но будет один расти в один ствол ветер тоненький длинненький один мощный ствол и так она может расти долго потому что она развивается вверх хорошо и потом может переклоняться на бок ее нужно подпорки ставить или еще или подвязывать такой мне экземплярчик вырос затем вырастила такой смотрите тоже розовая смотрите она здесь выросла не в один ствол а несколько пустила пасынки с корня пасынок пустила и пустила с боковой почечки это все хорошо но этот стволик доминировал и пошел в рост выше всех и поэтому мне нужно ее обрезать еще для того чтобы она хорошо цвела нужно обязательно убирать цветоносы особенно когда они начинают вот видите зарождаться коробочки и начинается семена мне этого не нужно мне нужно красивое цветение и для этого нужно убирать все цветоносы если оставить она будет расти конечно но цвести будет бутончиков меньше выдавать начнем с этого растения это это целоргонию я буду срезать вот смотрите стволик листик можно и пониже конечно ну пусть будет так и вот пошло пошло ответвление росточек молоденький и вот на пол сантиметра выше этого раз точечка секатором а это у меня часть пойдет на укоренение это будет хороший укорениться хорошее растение для укоренения мне нужно обрезать цветонос потому что он будет тянуть силу и поделить растение вот чтобы укоренить такой черенок вот этот одревневший ствол не годится он конечно пустит корни но растение будет развиваться медленно и очень долго будет пускать корневую систему поэтому вот так срежем вот этот листик уберем этот листик уберем вот такое вот растение у меня осталось с него можно сделать два а можно один посадить так как этих сортов у меня хватает я сделаю с этого растения одно растение еще вот этот листик уберу этот сорт неприхотливый он растет даже в огород можно посадить его это простой цветочек очень хорошо принимается очень хорошо растет этот черенок должен подсушиться где-то хотя бы полчаса вот этот вот срез и затем вам сажать сейчас покажу как формировать следующих растений и вот это вот растение боковые начнут хорошо развиваться а вот эту часть нужно прищипнуть прищипку делать тоже очень легко это верхние листики ногтиком вот так обрываем и начнут развиваться боковушки это выбрасывать все это растение можно откладывать в сторону и оно себе пойдет в рост а если ничего не делать с одного черенка выращивать растения листики старые постепенно отмирают или желтеют как вот здесь и мы их срываем и получается один голый стволик и на конце вот такой росточек может даже даст цветочек а может и не даст зависимость от сорта и силы растения теперь вот этот как я обрезаю красиво цветущая замечательное растение но очень высокая мне этого не нужно смотрим где есть почечка вот пошла в рост почка и вот пошла в рост почка я бы конечно здесь обрезала но пускай наверно порастет вот здесь обрежем на один сантиметр и выше почки этот черенок также посажу укореню затем когда начнет развиваться вот это боковая почка когда напасть пустит хороший пасынок я потом еще укорочу тоже его и будет такой пышненький кустик как вот здесь видите путем формировки получается кустик пышненький это тоже нужно формировать вот этот который пошел вверх росточек их нужно сделать на одном уровне и тогда они будут одновременно цвести вот молодой листик с развивающей веточкой и здесь я укорачиваю этот сорт тоже очень красивый двухцветный края листиков белые а в серединке молодые края желтенькие как называется этот сорт я не знаю но хотелось бы узнать красивый сорт тоже его нужно укоренить эти череночки я оставлю чтоб подсохли я их оставлю в теньке на солнце их оставлять нельзя а эти растения которые я обрезала их нужно подкормить подкормлю я их калевая селитра у меня есть как разводить сейчас покажу калевая селитра дает рост растениям и хорошая ботанизация вот я беру чайную ложечку на пол-литровую баночку растворяю и этим препаратом на влажную землю на сухую нежелательно желательно пролить сначала растения водичкой отстоянной чтобы не обжечь корни вот я сначала такой водичкой пролью а те растения которые влажные вот это растение у меня влажное я поливаю калевой селитрой вот оно растворилось селитра вся растворилась по чуть-чуть много не надо вот эту пиларгонию любые цветы можно поливать у меня здесь много цветов я всем по чуть-чуть вот такая у меня пиларгония красивая розы будочка так теперь поливаем свои растения которые мы формировали все теперь будем ждать результатов после моей формировки я буду снимать видео вот это растение я тоже поливаю калевой селитрой формировать как формировала я свою пиларгонию плющий лист но я вам расскажу в следующий раз у нее немножко другая формировка идет совсем по-другому и черенки по-другому укореняются я вам все расскажу подробно спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной до свидания хорошего вам цветения ваших любимых пиларгоний все расскажите со мной в общем полива Продолжение следует... Продолжение следует...